Письменные работы Трактующие частную тему И представляющие попытку Передать индивидуальные впечатления И соображения Так или иначе с еднею связанные Эссе имеет Много отличительных особенностей Прежде всего эссе Это свободная композиция Оно не терпит никаких формальных рамок И зачастую строится Вопреки законам логики Оно подчиняется произвольным ассоциациям Некой интуиции автора Формальным правилом написания эссе Является наличие заголовка Исходя из этимологии слова Эссе Это попытка автора Что-то понять, переосмыслить И выразить себя В понятной для читателя форме Это авторские мысли вслух Эссе это не энциклопедия Где читатель ищет готовые Исчерпывающие ответы на свои вопросы Поскольку эссе имеет свободную структуру То от автора не требуется обязательного повторения вывода в конце Выводы могут быть включены в основной текст или в заголовок Аргументация может предшествовать формулировке проблемы Сама формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом В рамках эссе поднимается конкретная тема И далее следует подчеркнута субъективная ее трактовка Эссе это поиск ответов на один вопрос Часто оно начинается не с законченной мысли Не с позиции автора А с вопроса, с идеи Выражая которую автор помогает себе понять истину Любая письменная работа бесспорно должна звучать убедительно Но не следует искать убедительность в рамках эссе Убедительность этого вида письменной работы Заключается не в замысловатой аргументации С целью защитить свою позицию любой ценой А в самом поиске, благодаря которому Автор приближается к истине Особенность эссе – это парадоксальность его изложения Его можно сравнить с потоком мысли С бурной рекой, течение которой должно увлекать читателя По мнению многих исследователей Это его обязательное качество Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе Нередко является яркое высказывание Или парадоксальное определение Которое буквально сталкивает на первый взгляд Бесспорные, но взаимоисключающие друг друга утверждения Или характеристики Для эссе характерны непредсказуемость и новаторство Это не заранее заданный по GPS и потому предсказуемый маршрут Но скорее неожиданный поворот или сюрприз Именно эффект неожиданности вызывает интерес у читателя Здесь важна тема, которая должна быть понятна и глубоко изучена автором Если какая-то идея удивит самого автора, свободно владеющего данной темой То и для большинства читателей эта идея будет интересна Эссе ориентировано на конкретную аудиторию В отличие от реферата, который рассчитан на любого читателя Эссе предполагает некоторую подготовленность читателя к обсуждаемой теме Это позволяет автору, избегая формальности и пространных видений Сразу перейти к изложению новых мыслей При всей свободе в композиции для эссе характерно внутреннее смысловое единство Речь идет о согласованности ключевых тезисов и утверждений О гармонии аргументов и ассоциаций И о непротиворечивости тех умозаключений, которым приходит автор Для эссе характерен непринужденный и доверительный стиль Автор намеренно избегает усложненных, неясных, излишне строгих построений Но ориентируется на разговорную речь Однако это не позволяет автору использовать в рамках текста сленг, шаблонные фразы, сокращение слов, банальности или чересчур легкомысленный тон Эссе требует творческого подхода Стиль эссе прежде всего должен отражать личностные особенности самого автора Этот стиль отличается эмоциональностью, импульсивностью и образностью речи То есть использованием метафор, сравнений, аллегорий, притч и афоризмов И последнее, для эссе характерен сравнительно небольшой объем Жестких границ в этом жанре не существует Но приветствуется эссе, в котором меньше текста, чем в других видах письменных работ Теперь перейдем с вами к реферату В отличие от эссе, при написании реферата необходимо следовать некоторым жестким требованиям Термин «реферат» в переводе с латинского означает буквально «докладывать» или «сообщать» Реферат – это краткое письменное изложение на определенную тему Включающее в себя критический обзор соответствующих источников информации Будь то научных работ, статей или книг В отличие от эссе, объем реферата обычно колеблется от 7 до 15 страниц печатного текста Реферат принадлежит к тем видам письменных работ, которые чаще всего преподаватели задают студентам Иногда это может восприниматься как ненужная работа, которая преподавателям не читается Поэтому студент часто сталкивается с искушением легкомысленно заимствовать готовый реферат Или же соединить воединенные части более или менее подходящего к теме текста, скопированного из разных источников Однако реферат – это не результат бездумной компиляции нескольких источников Он предполагает самостоятельную творческую работу студента Которая удостоверяет его знания литературы по определенной теме Также студент, работающий над рефератом, должен понимать основные подходы к решению научной и практической проблемы И демонстрировать собственные идеологические взгляды по исследуемому вопросу Реферат считается успешно выполненным, если в нем студенту удалось на основе анализа рекомендованных источников Правильно поставить, корректно сформулировать и раскрыть суть проблемы Объем и количество задействованных в подготовке реферата источников примерно равен 10 В отличие от диссертации, вопрос о методологии и методах в реферате исследования обычно опускается Теперь давайте отметим отличительные особенности диссертации Диссертация – это научная работа, подготовлена самостоятельно Или под научным руководством для кандидатской диссертации Или же при научном консультировании, если речь идет о докторской диссертации Диссертация должна иметь внутреннее единство, отражая личный вклад автора в науку И содержа изложения выполненных и опубликованных результатов исследований Диссертация включает в себя сформулированные на их основе научные положения, выносимые на публичную защиту А также выводы и рекомендации по итогам диссертационного исследования и сведения по их практическому использованию При этом предлагаемые автором новые научные положения должны быть строго аргументированы И критически оценены по сравнению с известными для науки данными От диссертации требуется оригинальность В ней кандидат доказывает, что он как ученый может способствовать развитию науки, которой намерен заниматься Написание и защита диссертации требует определенного уровня зрелости Автор не только должен ознакомиться с тем, что написали другие ученые на актуализированную тему Он должен понимать, что учитывая их достижения, ему следует открыть что-то самостоятельное Данное открытие может интерпретироваться как научная новизна, определяющая качество работы Научным результатом исследования считается и новое истолкование классического текста И находка рукописи, проливающей дополнительный свет на общеизвестные библейские факты И систематизация материала по какому-либо вопросу, придающая единство набору идей, раскиданных всюду понемножку Этим диссертация существенно отличается от реферата или дипломной работы Которые не являются завершением долгого продуманного труда, свидетельством окончательной зрелости При этом требование получения новых для общества данных для диссертационных работ является необходимым и строго обязательным Помимо этого, особого внимания также требует оформление диссертации О нем мы будем говорить позднее Отметим, что для диссертации необходимым условием является перечисление элементов понятийного аппарата, то есть использованных термином По своему объему диссертации охватывают от 150 до 300 страниц Таким образом, приступая к написанию письменной работы, студент должен ясно понимать ее стилистические и видовые особенности И быть достаточно мотивированным и вдохновленным для совершаемого труда